Торговый день начался с публикации важных макроэкономических данных из Китая. Трейдеры изучали отчеты о динамике в ключевом секторе китайской экономики. Согласно официальным данным, в первые два месяца 2018 года темпы роста объема промышленного производства Поднебесной ускорились. Прирост составил 7,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как экономисты ожидали подъем лишь на 6,3%. Увеличился также и объем розничных продаж в стране на 9,7%. Но не стоит забывать о решении американского правительства ввести пошлины на импортные товары. Эксперты отмечают, что эти меры значительно сократят объемы поставок именно китайских товаров. Напомним, что за год их общая стоимость достигает 30 млрд долларов. И, кажется, совсем не случайная смена госсекретаря США на директора ЦРУ Майка Помпео, который намерен бороться с китайской угрозой. Инвесторы озадачены переменами. Отставка Рекса Тилерсона застала рынки врасплох. Президент США Дональд Трамп дал понять, что будет поступать так с каждым, не учитывающим мнение главы государства. Индекс американского доллара продолжает пребывать под давлением вблизи отметки 89,70. Азиатские торги продолжают демонстрировать слабость доллара США по отношению к японской иене. График пары USDGPY вновь ниже уровня 107,00. Сегодня день будет довольно активным. Трейдеры ждут отчета по розничным продажам США. Напомним, что именно потребительские расходы формируют порядка 2 трети всего американского ВВП.